всем привет с вами канал артмания и сегодня вам расскажу я начала снова диету принципе по названию вы уже поняли что я сижу снова диете у меня снова январь в середине января каждого года я сижу надеюсь то есть это уже у меня за много-много лет вошло как в привычку то что это надо это как получается какой-то степени отдых от продуктов то есть надоедает уже одни и те же все эти продукты даже в принципе сладости уже начинают надоедать а диета она как-то помогает отдохнуть от всего этого и потом спустя там два месяца начать снова есть сладкое вот эти сладости они уже становятся снова такие вкусные такие прям их уже хочешь вот и в этот раз я начала также худеть в середине января но здесь получилась небольшая история до нового года я взвешивалась было 63 килограмма я еще подумала блин так много опять придется много сбрасывать это так тяжело я так устала уже там когда 10 килограмм сбрасываешь эта цифра 10 представьте 10 это настолько много кажется и действительно сбрасывается довольно тяжело то есть ты понимаешься в голове 10 килограмм я должна сбросить вот то есть получилось 63 я вешу перед новым годом новый год отпраздновали потом и съездили к свекрови а в питании этом себя уровень урезала но сладкую ела много и приехав то есть я сажу в середине января это 11 января в этот раз я села 15 января где-то вот так вот где-то да там плюс-минус и взвешиваюсь я и получается у меня 60 килограмм вес то есть я ела сладкое но при этом меня куда-то вес эти три килограмма куда-то делись непонятно куда вот и 60 килограмм я уже начала худеть а вот похудение у меня в этот раз снова другой если в прошлом году у меня было сыроедение то в этом году я решил сделать по-другому и есть что хочешь но при этом худеешь вот естественно главный наш самый самый главный наш помощник это грейпфрукт грейпфрукт именно который в прошлом году я пробовал сначала куда без него вес ушел но потом он обратно пришел когда я начала питаться как обычно то есть грейпфрукт нам с вами помогает улучшить обмен веществ он выводит холестерин из нашего организма вот который наверняка у всех есть по поводу холестерина я даже проверяла я ходила к врачу сдавала анализы у меня был высокий холестерин потом я ел грейпфрукт очень долго через какое-то время снова ну когда поел грейпфрут снова пошла к врачу сдала анализы пути что он все холестерин на месте все хорошо у вас там я поняла то что при норе они помогает и как жиросжигающий он считается то есть ну он выходит вот это самый основной помощник и кстати как его правильно чистить у меня есть отдельный ролик его ссылка будет в конце и как заставки оконечной заставки да вот первая неделя значит у меня прошла я кушала все что попало но я ела это вечером после 6 6 после 6 меня получалось вес двигался но очень медленно двигался но при этом я зато кушала получается так то что я не завтракаю могу позавтракать кофе допустим что встала рано не выспалась вот вроде как кофе а два раза я пила он особо весу не помешал то есть вес ушел все хорошо вот и значит я не обедаю получается и только ужинаю на этой неделе я стала делать по-другому я стала ужинать в 5 вечера то есть до 6 а потому что мы как раз вот кушаем с вами в 5 вечера должно пройти время чтобы проголодались игры фрукт съесть на голодный желудок ну чтобы не сытый был не на сытый желудок то есть выпиваете водички и потом кушайте грейпфрукт на ужин а что у меня на этой неделе было вчера вот я поела мюсу вот просто потому что нужно доесть так я планирую есть геркулесовую кашу но их надо доесть потому что срок годности уже уходит вот у меня одна открытая такая была на нее кстати тоже был обзор тоже оставлю в конечной заставке можете посмотреть как там чё там блин она сладкая я сначала думала блин она сладкая как же так я не сброшу но нет съела 50 грамм где-то 50 где-то 60 грамм наверное вот как бы в принципе так должно быть и тут написано то есть не столько сколько вы хотите а именно взвешивать 60 грамм нее вода потом значит я съела чайную ложку меда не знаю мне так хочется сладкой уже вот у нас такой мед он уже старый короче пожевал так вот и вечером попозже я съела половинку мандарина и половинку киви вот тоже чуть-чуть попозже когда уже сына стал кормить он ест ну и я заодно ем это витаминчики маленькие витаминчики они нашему организму нужны и на ночь уже прям перед самым-самым сном я съедаю такой целый грейпфрут я всегда именно целый не половину не кусочек на голодный желудок выпиваю воду потом съедаю грейпфрут сразу быстренько иду там все свои дела делаю в ванной и сразу ложусь спать самое главное не ходите в туалет ну то есть перед ним сходили в туалет там ты кстати этот момент тоже очень много раз проверяла если допустим съесть посидеть подождать потом уже мочегонный он с помощью мочи выводит весь ваш жир вот сходить в туалет потом лечь спать то он мало чем поможет то есть принципе с помощью него может уйти 500 грамм вашего жира вот а если вы прям на усе едите сделайте свои дела и сразу ляжете спать и в ближайшее время там сразу уснете тогда он вам поможет вот ну и также к поскольку я голодаю как бы с утра я не ем как я с утра просыпаюсь мне нету аппетита в обед у меня он все только начинает появляться медленно я в течение дня пью водичку пью 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 нет я пью воду когда я слышу что у меня желудок начинает ворчать я выпиваю стакан воды ну где-то вчера вот я читал в каком-то посте что 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса человека честно я еще не считала но я думаю это наверно получится может быть слишком много ну короче где-то полтора литра воды человек может вывезти единственное не пейте слишком много воды потому что она вас застаивается у вас вес не сдвинется никуда ну сдвинется на 100 грамм на 200 для вас это будет немножечко обидно как так я там целый день вчера голодал и у меня сдвинулся всего лишь на 100 грамм но это как бы обидно но продолжайте сидите на диете также я дала себе сразу установку что и мне моя диета будет два месяца ну то есть она всегда у меня длится два месяца и как бы чтобы обмен веществ улучшился с помощью грейпфрукта грейпфрукт тоже нужно кушать два месяца принципе можете не сидеть на диете а допустим просто его есть для того чтобы улучшить свой обмен веществ можно так вот я планирую сидеть на диете на два месяца но месяц так точно там уже будет видно потому что периодически мне вес уходит очень медленно что-то вот видимо происходит может быть я немного воды выпила слишком много может быть там еще что-то и также наши родители которые вечно нам не дают похудеть вы должны четко объяснить своим родителям там живете вы вместе или отдельно они приходят в гости вашей второй половинке что вы сидите на диете они вам предлагают пирожки съешь пожалуйста пирожок да ладно подумай тебе ничего с не будет я съедала после этого бабуль сразу начинала а ты зачем съела пирожок а не надо было ты не похудеешь так никогда если ты будешь есть а пирожки тебе есть нельзя ты будешь толстый вот сразу вот это вот все начиналось и вот это вот дает какой-то стимул какую-то маленькую цель то что я буду сидеть на диете все будет супер и следующий раз когда она что-то предлагает уже все установку нет я есть не буду вот вы ешьте если хотите я не буду вот у меня есть моя кашка например вот я буду кушать вот эту вот кашку ваш салат я есть там не буду там с майонезом там с чем-то еще да пофигу если даже там добавлен у меня за 1 чайная ложка я есть не буду я на диете все я надеюсь вы должны четко это объяснить своим родителям вы на диете и они должны это понять они поймут это если вы будете говорить им об этом каждый раз вы слой вы будете на диету садиться каждый январь и каждый раз мы объясняем сейчас на данный момент мои родители знают если я села на диету значит все я села то есть меня уже не переубедишь ничего не если я хочу голодать например целую неделю ходить голодная буду ходить голодной они уже с этим ничего не сделают может и я так хочу то что мне это надо потому что там ну бывает такое я голодаю допустим когда уже два месяца проходит а вес очень плохо сдвигался тогда начинаю голодать где-то четыре дня вот я по себе замечаю четыре дня я могу голодать то есть все супер то есть ну такое у меня есть вот ну и на прошлой неделе конечно нам узнал что я на диете и принесла кучу продуктов вот но поскольку я начала свою диету с того что ем что кушать что хочешь но при этом худеешь я конечно по чуть-чуть каждый вечер я по чуть-чуть ела ну там как были обычные продукты там фаршированный перчик вот с фаршем там фарш с рисом такая обыкновенная еда по перчику вот там по туда по целому перчику там по чуть-чуть по чуть-чуть на вес принципе уходил там 200 грамм 300 грамм и 500 конечно вот то есть первая неделя кудела вот так вот мама знает если я на диете то это все как бы большинство это и чтобы мне лишний раз не готовить чтобы это больше для сына чтобы он тоже кушал вот ну как бы сын есть и я хочу чтобы сын видел что я тоже ем чтобы он не отвык от этого вот то есть он вид что я ем и он кушает сам вот так у нас также также я хочу то есть у меня пройдет вся диета и хочу я свой рацион питания то есть поменять то что я раньше могла перехваток что-то позавтракать чем-то пообедать то сейчас я хочу сделать все это по-другому немножко то есть после диеты я буду жить таким же образом жизни то есть не завтракать не обедать а ужинать как положено то есть я всегда принципе так жила в школе я училась у меня всегда с утра просыпалась меня тошнило не ела бежала в школу а выпивала 100 миллилитров воды ну это полстакана где-то если стакан 200 миллилитров значит 100 выпивала в школе там на перебежках ела не ела а вечер приходила то есть я ужинал как положено ела уже там допустим ну такая большая тарелочка была да там куриная ножка с ляжкой там такая большая салат там что-то каша допустим какая-нибудь и чай естественно я чай пила очень очень много раньше вот но то есть в школе живя с родителями родители особо не покупали сладкое поэтому я не знал на тот момент что ужасная сладкоежка об этом я не знала знала уже только живя с мужем то есть и в школе вот и потом после школы тому сколько времени было до появления моего мужа я жила так то есть меня это устраивает как бы я не чувствую дискомфорта от того что я голодная даже голодая четыре дня у меня были силы я могла бегать прыгать там бежать магазин куда-то то есть все супер мнение такого видимо потому что с детства я вот так вот привыкла и сейчас принципе появляется такая такой момент что я могу снова перейти на такой образ жизни такое питание потому что с утра я не успеваю позавтракать поскольку мне приходится быстрее накормить ребенка потом они доедают потом не надо накормить с ложечки и просто спокойно сесть и поесть я не успеваю в обед я тоже успеваю его скорее надо накормить опять же также с ложечкой там туда-сюда укладываешь его спать и потом думаешь блин у меня осталось там два часа мне надо скорее чем-то заняться мне надо записать ролик мне надо смонтировать мне надо на ютюбе там что-то посмотреть там что-то а мне еще надо приготовить кстати вот приготовить убрать там туда то есть у меня есть на это все два часа два с половиной внутри где-то пока сын там уснет там и поспит два часа ну блин я просто принципе не успеваю поесть ли вот на перекусов поэтому я хочу после диеты перейти на такой вот образ жизни и я знаю точно то что я буду худенькая вот то есть до появления мужа я всегда весил 48 50 килограмм и в этот раз я планирую похудеть до 50 ну как минимум до 50 48 наверно нет не буду а вот 50 и потом моя диета закончится я просто начнут как бы я думаю два месяца пройдет хотя не знаю мне кажется я за месяц сброшу вот идет и уже буду как бы жить плюс к этому почему 50 мой вес всегда был 50 он всегда держался на 50 за эти годы сколько я на диете на диете уже где-то 9 январе подряд 9 лет 9 январе 9 8 может один был там попозже и каждый раз получается то что я худею до 55 до 57 там от 60 до иду и то сначала было 55 потом 57 потом 58 или 59 и мне никак не получалось до 50 похудеть никак не получалось уже как раз был конец второго месяца и мне никак и тут мама мне сказала ну если ты не похудеешь до 50 и нас не начнешь его просто этот вес держать то потом с годами со временем с возрастом твой вес будет постоянно больше становиться ну действительно там 57 был 55 было 57 да потом 58 59 потом вроде 60 я смотрю взвешиваюсь вроде ну 60 по фигуре смотрю на меня все лезет все супер ну вроде так нормально вот потом у тебя будет 60 потом у тебя будет 65 потом 70 потом 80 и к старости у тебя будет уже 90 это уже слишком много и оттуда тебя будет похудеть уже сложнее вот тогда подумала думаю были надо худеть надо дойти до 50 вот сейчас на данный момент если с утра взвешивалась я вижу уже 56 600 по моему или 700 сейчас уже точно не помню какой-то там мелочью то есть уже 56 до этого веса я довольно по моему не помню в прошлом году до какого веса я дошла но давно не доходило через пару дней я думаю уже будет 55 ну приближается уже ближе к моему весу это супер и в принципе мне это очень нравится и уже начинаю себя так чувствовать оооо наконец то я буду стройненькая худенькая конечно с весом и 60 я смотрю себя зеркалом довольно нормально я выгляжу то есть не толстая прямо если вспомнить например 9 лет назад я когда поправилась на 60 килограмм я была очень толстая я была очень толстать это просто невозможно мне был большой живот которого прому drugs с висал у меня огромный прямо ну такое прям большой руки вот здесь прям были толстые ноги толстые помню было очень тяжело очень тяжело ходить я помнишь в шагов пройдешь так уставала сильно ощущение было как будто я на себе несу там 3 кг картонär Вернее, три мешка картошки. Ну, нереально это было очень тяжело. И тогда я не знала, на какую же диету мне съесть, как же будет лучше. Вот. Тогда я помню, я худела очень тяжело. Это была моя первая диета. Это было очень сложно. Я понимаю сейчас девочки, которые весят... Я, кстати, добавилась в чат в Вайбере. И там девочки, которые весят 90 килограмм, 80 килограмм. У них вес уходит очень медленно. Но они сидят не на диете, а на правильном питании. Вот. То есть, это немножечко другое. И вес, конечно, он будет уходить. Но при этом зато человек кушает все. Там, кроме, допустим, жареного, да, там конфет. Там, я не знаю, еще чего-то. То есть, они вот так вот. Там действительно пишут девочки есть, которые уже на правильном питании похудели. То есть, все супер. Вот. Ну, им реально тяжело. Я вспоминаю себя. Я не знала тогда, на какую же мне диету сесть. Уже там интернет весь облазило. Какие-то диеты искала там. Какие-то там есть. Один день кушаешь, другой день не кушаешь. И что-то непонятное. Я помню, я взвешивалась даже три раза в день с утра, в обед и вечером. Вот. И помню, я сидела, узнала, что белокочанная капуста, жиросжигающая. Я помню, у меня такая большая чашка была. Я целую чашку себе нашинковала. И просто сидела трое суток подряд. Я просто это ела. У меня начал вес уходить потихонечку. Потихонечку, потихонечку он начал уходить. И потом я поняла, что нужно съесть на сыроедение. Диета сыроедения. И там я просто уже ела сырые овощи, фрукты. Но я сбрасывала очень долго эти 10 килограмм. И то я не дошла, я до 50-ти таки. Я дошла где-то, наверное, до 55-ти или 4-х. Вот где-то вот так вот. На месяце три сбрасывала. Уже скоро лето, а я еще никак не могу сбросить. Я помню, уже голодать начала. Там уже что-то прям очень тяжело было. Вот. Ну и так же этот чат в Вайбере, конечно, он очень хороший. Там девушка кидает рецепты каждый день или через день. Я еще не поняла. По-моему, через день. Не знаю, что я сегодня, если честно, еще не заходила туда. Потому что сегодня у меня еще стрим был. Мы с сыном сидели в стриме. Вот. Потом там быстрее-быстрее. Еще даже туда не зашла. Не знаю, что там, как там. Вот. Девочки присылают свои стаканы воды. Так вот сфотканные напротив окна. Потом свои кашки, салаты. В принципе, во время диеты, не знаю, видимо, у меня настолько выработана цель, что я хочу похудеть. Я могу спокойно относиться к еде. То есть, если у меня, допустим, тут муж будет готовить яичницу, сидеть, кушать. Блин, я реально, я люблю смотреть. Именно во время голодания я люблю смотреть, как он готовит. Потом он начинает кушать. Я сажусь рядом и смотрю, как он ест. У меня начинает в этот момент желудок разговаривать, кричать. Мол, ладно, корми меня. Вот. И мне это нравится. Мне нравится, как он кричит. То есть, для себя я понимаю, что когда он начинает кричать, он голодный. И для того, чтобы он работал, он берет жирки, чтобы продолжать дальше работать. Я его, потому что не кормлю. Он знает, что я его не покормлю. Он берет эти жирки, начинает работать. И на следующий день, как бы с утра я взвешиваюсь, у меня там, хоп, минус 500 грамм. То есть, вчера был прожит день не зря. И это супер. Вот. То есть, вот так. Я очень люблю, и именно в январе я начинаю заниматься своей группой, моей любимой рецептой. Я туда складываю все рецепты, которые я хочу попробовать. В надежде, что я, когда после похудею. То есть, у меня будет целый год до следующей диеты. И я смогу заниматься, то есть, ну, вернее, готовить эти рецепты. На самом деле, конечно, не в прошлом году, не позапрошлом. У меня так ничего не приготовила оттуда. Все некогда, да ладно, лень, потом, да кому это надо, там, что-нибудь такое. Ну, приготовишь что-нибудь другое, как обычно, что-нибудь там готовишь. Вот. То есть, вот так вот. Также, что хотела еще сказать. Да, вот на диете. Да, и сегодня ужин стоит, я тоже буду вот этими мёслями. Потом я планирую, наверное, когда я доем, я буду ужинать на геркулесовой каши. Но кашу, хлопья кашки я, наверное, варить не буду, потому что я не люблю вареную. Вот. Какая-нибудь я. Я буду просто заливать кипятком. И планирую туда, наверное, класть какие-то сухофрукты, чтобы это было немножечко посытнее. Потому что 50 грамм, 50-60 грамм, это довольно мало. Я вчера тоже ее, кстати, залила кипятком. Она размякнулась там немножко, такая мягенькая, хорошенькая. Посмотреть на эту маленькую порцию, я думаю, блин, я же не наемся. Думаю, что же делать. Я просто стала не спеша, так вот, растягивая удовольствие, есть эту кашу. И вот пока я вот это вот не спеша ее ела, растягивала удовольствие, мне показалось, что я съела огромную, целую тарелку таких мюслей. Вот. То есть не быстро съесть, быстрее, 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 а растягивала. То есть я выпила сначала стакан воды, чтобы желудок был полным. И потом вот поела мюсли. То есть вот так вот. Вот. И вечером я подумала, наверное, так действительно нужно. Кушать не спеша, растягивать удовольствие, нежели съесть быстренько и все там покидать. А так вот вы растянете удовольствие. Вот. И, конечно же, эту неделю я буду сидеть на каше планирую. А следующую неделю посмотрим. Честно, вот я пока не знаю, что как будет у меня. Насколько сдвинется вес. Вот. То есть сырые овощи, фрукты, сыроедение. Честно, я это не хочу. Что-то. Мне так это все надоело. Мне хочется, знаете, поэкспериментировать, придумать что-то новое. Что-то вот. И так же я смотрю на завтрак. Многие на диете едят геркулесовую кашу. Но я на завтрак есть не хочу. Я на завтрак просыпаюсь, обычно мне есть не хочется. На обед у меня там только... Ну, у меня, честно говоря, аппетит приходит только к вечеру. То есть у меня с детства так было всегда. У меня с самого детства не было аппетита. И мама часто переживала. Ну, Наташенька, ну, пожалуйста, ну, скушай. Ну, давай поешь. А у меня просто не было аппетита. Меня всегда с детства тошнило. Вот. И более-менее там есть я начала, наверное, лет в 16. Вот. И то там какое-то время там еще ешь. Но с утра меня периодически все-таки тошнило. Я не знаю, почему это. Вот. Так же ходила по диспорин... О, Боже. Блин, я не выговорю это слово. Диспансеризация. О! Попал как раз мой год рождения. Я попала туда. Не знаю, врачи или медсестр там были. Я объяснила, что у меня с утра бывает тошнит. Мне... Ну, это было в детстве. Как бы я помню, что это в детстве. Но да, я думаю, я узнаю. Может быть, мне что-то скажут. Мне сказали понаблюдать, что вы кушаете вечером. Если вы вечером кушаете жирную пищу, то с утра вас может тошнить. Вот. Я говорю, блин, я не знаю. Как-то говорю, когда ем, когда не ем. Бывает, я не ем вечером вообще. А с утра просыпаешься, тошнит. То есть, бывало такое. Ну, мне записали в карточке. Суть в том, что как бы больной желудок... А, хронический гастрит. Во! Хронический гастрит. То есть, говорит, у вас до этого был гастрит. Говорит, а поскольку вы его не лечили, у вас стал хронический гастрит. Я говорю, так. Она уже там, говорит, так, стоп, не записывайте это. Я говорю, я хочу, чтобы моя карточка была тонкая и пустая. Вот поздно, я уже записала. Я говорю, подождите, у меня не было никогда гастрита, вы чё? Гастрит можно узнать, допустим, у моей мамы был. Гастрит, она сейчас вот всё вылечила, всё супер. И, то есть, видя маму, то есть, она жареная поест, у неё всё, болел желудок. Я могла жареный есть сколько угодно. Вот, то есть, и хронический гастрит, по-моему, я где-то читала, если я не ошибаюсь, конечно, тоже можно так же поесть. Жареная, и у тебя заболит желудок. Я никогда не... Ну, у меня был, конечно, побаливал он там после чего-то, я сейчас не помню. Но это очень было редко, это было за всю мою жизнь, ну, раза два, наверное. Там после чего-то, почему-то там, я даже не помню. Может, во время беременности, может быть, я даже сейчас, ну, не вспомню уже. Ну, откуда, какой, говорю, вы что там, хронический гастрит. Ну, всё, мы вам диагноз поставили, всё супер у вас, вот, вы должны, значит, питаться вот так вот. И нет бы они какие-то брошюры, что ли, делали, я прямо вот запомню, что ли. И понеслось перечисление продуктов. Значит, вам нельзя, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, как на пальцах. Так, вам можно, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Хотя нет, может, брошюры, кстати, и давали, но какие-то другие. А, они дали брошюру на хронический гастрит, если вам нельзя. Говорит, вы можете проверить, есть он у вас или нет. Да-да-да. Говорит, вот, которые продукты запрещенные, вы их попробуйте, поешьте. Вот, если у вас будет болеть желудок, значит, у вас хронический гастрит. Я пробовала. Но я эти продукты постоянно ем. Как бы хлеб там белый, по-моему, там, что-то ещё, сейчас не помню. Но у меня не болит ничего, всё хорошо. То есть, ну, такая у нас своя медицина в России, к сожалению. И вот там главное поставить диагноз, и всё супер. Вот. Не знаю, я надеюсь, что я всё сказала за этот ролик. Он получился длинный. Это будет у нас первая часть ролика. То есть, моя начало диеты. Я на диете сижу одну неделю всего. Вот. Поэтому это будет начало. И потом посмотрим, когда я этот вес сброшу. Может, это будет два месяца. Может быть, это будет месяц. Я не знаю. Но в втором месяце я точно буду есть грейпфрукт, потому что их надо проесть, чтобы потом не поправиться. То есть, я январе сижу на диете. Потом я после диеты ем всё, что угодно. И я поправляюсь. Начинаю поправляться. Я, кстати, вес взвешивалась только осенью. То есть, осенью он уже начинает набираться. То есть, мне хватает этой диеты где-то там на полгода. Потом начинаю набирать вес. Но он очень медленно так набирается. И там как раз я где-то вешу 60 уже к следующему январю. То есть, вот так у меня. Меня, в принципе, честно говоря, это устраивает. Мама мне говорит, может быть, тебе проще на правильном питании сидеть, несть всю эту фигню, тогда ты не будешь поправляться. Но я не могу удержаться перед коробкой конфет. Мне нужна эта коробка конфет. Мне нужна эта шоколадка. Я не могу там съесть один кусочек и всё, и радоваться. Мне надо съесть целую. Или хотя бы больше половины. То есть, мне это надо. Я не могу. Я просто говорю, жить на правильном питании, зная, что в магазинах продаётся всякая вкусняшка. И её просто не есть, её просто не пробовать. Как бы продолжать жить. Блин, мы живём один раз. Мы живём один раз. И в следующей жизни, не знаю, вы будете жить или не будете. Может, что-то с землёй произойдёт. И поэтому хоть иногда, но хочется поесть чипсы, попить лимонад. Лимонада, блин, ну это супер. Не знаю, лично я радуюсь всему, всегда всему. Я могу радоваться бутылке лимонада, потому что она у меня появилась. Я могу радоваться коробке конфет, я могу радоваться тортику. Там, ура, у меня тортик, я сейчас буду есть тортик. То есть, это не обычная жизнь, а я именно радуюсь всегда так. У меня всегда так было и, в принципе, у меня так осталось. Поэтому я не могу сидеть на правильном питании. Мне проще на диете посидеть, именно вот отдохнуть от всех этих продуктов. Вот. Всё. Я смотрю, у меня уже камера начинает разряжаться. Видимо, ролик получился наверняка длинненьким, я думаю, очень. Вот. Комментарии будут открыты к этому ролику, я надеюсь. И вы напишите свои комментарии. Если вдруг комментарий закрыт, то пишите комментарии под предыдущим роликом. Это будут, скорее всего, обзоры, либо влог, где нет моего ребёнка. Вот. То есть, они открытые. А где есть мой ребёнок, они зачастую, наверное, будут закрыты. Посмотрим, как будет дальше. Как там YouTube, что нам разрешит, не разрешит. То есть, потому что мне важно ваше мнение. Я очень люблю читать ваши комментарии. Они всегда были очень такие красивые, счастливые, хорошие комментарии. Они мне придают сил. Ваши комментарии. Обязательно пишите в комментариях. Во всём этом. Что вы думаете, что как. Как вы сидите на диете. Что вы кушаете. Вот. Мне будет интересно. Может быть, есть люди, которые вместе со мной сейчас сядут на диету. Будут худеть вместе со мной. Честно говоря, я была бы очень рада, если бы нашлись такие люди, которые готовы вместе со мной сидеть на диете. Тогда, в принципе, я думаю, можно будет подумать о чате. Где его создать, допустим. Или в Телеграме, в Вайбере, в Ватсапе. Вот. И просто себе вместе там общаться. Вот. Если, ну, действительно, которые готовы сидеть либо на диете, либо правильное питание. То есть, ну, там уже вы пишите в комментариях. Если там наберётся человек 5-10 хотя бы. Тогда можно будет создать, я думаю. 1, 2, 3 человека, ну, не знаю, это мало. Хотя я знаю, что этот ролик хорошо будет в просмотрах. Потому что предыдущие ролики про диету, там, по-моему, уже много просмотров. Люди смотрят, люди интересуются. Вот. Какая-то... Какие-то советы я там даю за всё это время. Вот. Всё. Не буду вас задерживать. Я всё вам рассказала. Если что-то забыла, напишите в комментариях. Если вы где-то... Нет, там, что-то недосказала, скорее всего, так может быть. Потому что я могу напрочь забыть про что-то. Вот. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И всем пока-пока.